всем привет ребят сейчас начну разговаривать и вот тут петька начнет ругаться уже семь часов вечера а у меня в общем я еще ничего не успел разговариваю тихо из-за него вот она меня смотрит смотрит сейчас испугается и начнет орать в общем день закончился я ничего не успел поехали с утра в город на почту нужно было забрать стулки жене на работу приехали полдесятого почта работает с 11 мышка вылезла сейчас и про них поговорим в общем сидели ждали потому что но ездить туда-сюда это все-таки 20 километров затраты на бензин поэтому туда-сюда ездить мы не стали мы сидели ждали сходил немножко скупился и вот как раз было времени сходил купил бмвд потом приехал приехали уже начали первого пока съездил по зерно пока съездил пока его надробил сейчас только дошли руки сейчас будем менять рацион поросятам потому что они не растут то есть на обычной дробленки они не хотят расти вот я купил бмвд и сейчас я смешаю все с дробленкой передробил сейчас покажу вот смотрите надробил 4 мешка принес того двора и вот стоит теперь эти килограммовый мешочек бмвд есть еще у меня вот добавки сейчас мы все смешаем в одну кучу пятюнь пятюнька все петька начинает нервничать сейчас мы все смешаем вот в эту бочку 200 литровую я думаю как раз 4 мешка и вместе с этим все вместится ну и все вот эти добавки я не буду там правильно все рассчитывать добавлю и мясокосные мясокосную муку и рыбную муку и 3 кальций фосфат все добавлю понемножку еще сейчас принесу соль нужно добавить в корм соли смешаем потом пойду почищу поросят потому что не успел ничего сделать принес сыворотки буду давать теперь им сыворотку каждый день и в общем сейчас начнем мыши в доме очень много мышей сегодня убирал намучился потому что мыши вырывают норки и вырывают здесь пол земляной не знаю как здесь люди жили в этом доме но пол здесь земляной и мыши вот так по углам роют и вырывает реально по ведру по два ведра земли а мне потом эту землю приходится выносить из дома поэтому вот эти эта земля чистил наверное полтора часа вывез наверное килограмм двести этой земли пол опускается опускается не знаю что будет нужно будет как-нибудь когда-то забетонировать утяток поубирал тоже подстелил им подстелил им сухих опилок но утки это такие животные что такая птица что хоть подстилай хоть не подстилай у них постоянно мокро здесь было 50 деток один малыш умер позав вчера вчера умер вчера выкинул 1 в общем здесь 49 малышей я их решил пропоить потому что пропоить антибиотиком чтобы предотвратить какие-нибудь там вирусные заболевания да и просто простудные потому что все таки уже осень прохладно в общем поставил им водичку с лекарством даю им вот обычный бровофом вот такой смотрите здесь колистин сульфат окси тетрациклин гидрохлорид и 3 метаприм в общем такие действующие вещество поросят спрашивали поросят яд листов проколол вот вермиктином это очень хороший препарат один кубик на 33 килограмма давал от глистов и цыплятам тоже вот давал цыплятам левомизол еще от листов я купил вот такой большой пол килограммовый альбиндозол но его еще не давал потому что чтобы проглистовать мне нужно яйца не использовать на еду а у меня идут заказы идут 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 на яйцо потом кур я еще не листовал в общем жду как нибудь проглистую и вот тоже жалью всем а sd 2 2 фракцию это уже второй бутылек скоро тоже закончится нужно будет еще взять ну в общем сейчас давайте замешаю пятюнь замешаю сейчас комбикорм и продолжим в общем намесил бочку какая-то мясо костная мука горелая сегодня у меня попалась но я ее сыпал немного в общем ушло ушел весь мешочек бмвд 25 килограмм но это 25 процентный это получается что его нужно взять 25 килограмм его и 75 килограмм дробленки но он очень дорогой поэтому я взял 150 килограмм дробленки а возможно даже немножко меньше вот чуть-чуть не влезла и поэтому я добавил сюда мясо костной муки рыбной муки кормовых дрожжей и трикальций фосфат всего на глаз ничего не мерил так осыпал дробленку и слоями в общем перемешал пахнет потрясающе хоть бери сам ешь это очень вкусно пока я все делал петька нервничает бегает туда курочка сидит отдыхает а петька бегает туда-сюда не знаю что ему надо в общем а вот это цыпленочек нужно его забирать он сидит опять у курочки и мешает ей а это не хорошо вот так я его сейчас возьму в общем мешает мешает мамулька сынок и так каждый день в общем нужно сейчас его отдать петька с курочкой он с ними умастится но мы пошли почистим поросят купил сегодня вот такую метелку пластмассовую очень удобная круглая у меня старая неудобная а это вообще классно то есть она вот такая широкая и тверденькая вообще классно не работать заметно пока делал комбикорм пошел дождь гуси боятся дождя в общем сейчас пробежим к поросатам и почистим у них потюрики давайте у вас почистим она хоть и сухо но очень грязно у этих уже даже и не сухо сейчас по вычищаю подсыплю сено все почистил вот тут где они ходят туалет подсыпал немножко опилок уже закончились а вот здесь где они спят положил сено ложу сено потому что нет ни опилок не соломы и у этих также тоже вот здесь притрусил а туда положил такую охапку сено они его с удовольствием едят все очень в общем голодные нужно нести кушать в общем решил сначала вот так я сыпать им тыквы потому что когда сыплю сначала дробленку а потом сверху тыкву то они едят тыква сейчас если принесу дробленку может будут есть дробленку ну и хотя бы тыква будет дробленки и они так будут ее немножко получше чавкать в общем рассыпал по голове уже уже второй месяц все думаю прибить планки чтобы было три отсека для них потому что вот они едят поперек это нехорошо в общем сейчас принесу им комби корма в общем насыпал дробленки а ну нужно обратить внимание лучше едят фигушки как как ели кабачки так и едят но вот это еда поперек у меня прямо уже голова болит завтра обещаю себе и вам что первым делом после того как приду с работы прикрутю планки поперек ну то есть поперек вот так поперек корыта чтобы они стояли правильно ели потому что сейчас вот так носом как грибанет и все полетит мимо в общем им до фени что это уже не просто дробленка а там всякие добавки они все равно едят кабачки что с этим делать я не знаю ну в общем сейчас еще и налью сыворотки сыворотку они конечно выхлебают за секунду потому что это такое лакомство которое любят все поросята в общем ни те ни те не едят комбикормы едят в общем кабачки ну не знаю как они поедят посмотрю до утра в общем может до утра уже ничего не останется потому что я выгребаю чуть-чуть и утром вечером конечно поменьше а утром выгребаю побольше в общем вот этот поросенок у него там в суставе какое-то утолщение возможно у него была трещина на ноге поэтому я не знаю вот если посмотреть видите не знаю видно нет в общем оно такое утолщение и в общем наверное с него кнура не получится не наверное а точно я его пока стрирую и мы его потом забьем на мясо такие дела в общем сейчас принесу сыворотку они сразу станут пузатые и немножко подуспокоятся ведерко разлил на двоих так василь василий глаз а ну это конечно по вкуснее чем водичка до не лезь вот так во знаете во вкусно скажи давно они не пили сыворотки очень давно ну посмотрим в общем вот это 200 килограмм им должно ну то есть бочки вот этой с бмвдшка им должно хватить недельки на 2 а может немножко дольше я не знаю как они его будут есть но они едят очень много поэтому ну посмотрим будет ли сдвиг в росте или нет но эти на самом деле неплохие я за этих троих не переживаю возможно на бмвдшке они немножко станут круглее а вот именно за этих мне нужно чтобы вот этот рябенький василий вырос потом потому что мне нужен кнур мне все-таки нужно кем-то покрывать свиноматок а так то они вроде веселенькие а роста роста нету где рост вот этот бы был очень классный кнур если он вырастет хороший вот этот краснопоясый но аппетит хороший вырастут вырастут у просто это будет немножко медленнее мы чтоб так сказать чтоб сильно спешим мы никуда не спешим у них есть еще спокойно шесть месяцев пусть набирают то есть мне нужно нет уже не 6 получается 4 до всего четыре месяца осталось мне за четыре месяца не вырастет васька эти то может вырастут за 4 до 100 килограмм а пойти нет а там кто его знает сейчас сейчас как попрут скажи васёк если начнут расти мы с вами придумаем им клички потому что у свиноматок я буду заводить жижим журнал случая киопоросов и бы не нужны им клички поэтому у меня всегда у свиноматок были клички в общем он вроде небольшой но он такой питанный ну может в нем килограмм 18 ну да где то так в этой свинюшке килограмм 25 в этом килл 20 а в нем может а может и нету ну не знаю ну в общем красавчики хоть и небольшие но красивые вот смотрите аппетит хороший то есть хватают все едят кусочки большие вроде стараюсь манюсенько резать но у меня есть терка для кабачков нужно купить провод там провод отгнил и дробить кабачки на на терку ну электрическая терка мелко они будут лучше есть и она будет перемешана вместе с комбикормом и наверное будут есть одновременно с комбикормом поэтому нужно тоже этим заняться был сегодня в блоклей даже не вспомнил ох вот такие дела в общем идет дождь сейчас мне нужно пойти покормить кроликов а еще хотел сказать сегодня стрима не будет стрим будет завтра во сколько я напишу в сообществе скорее всего пол восьмого возможно 8 вечера так что кто хотел поучаствовать в стриме приходите буду всем рад такие дела и вот обратите внимание на съемку видите как они все близко потому что попросили снимать со вспышкой вот а когда включаю вспышку то только в таком режиме когда все близко в общем воды лить не буду потому что когда я им лью воду они напиваются и ничего не едят а мне нужно чтобы они как можно ох и едок едок выгребает все ну шо это за еда куры завтра по выедаю выгребаю то что не подойдет в общем вот такие дела все ребят свинюшки едят накормлены у них сухо чисто пошел я кормить кроликов всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока